Сергей Максимов без малого 10 лет работает с собаками. Для него животное – это напарник и друг. Вместе тренируются, заступают на смену, а после возвращаются домой. Сейчас в его команде два питомца – опытный боец и молодой щенок. За плечами обоих ни один пойманный преступник. Я работаю на маршруте патрульного города. Вместе с собаками вместе со мной работают. Мы ездим, у нас сигналы тревоги, у нас работают различные дома, квартиры, магазины. Собаки дома живут, в первую очередь, а вторую на работе часть находится. Надо же собаку любить. Если человек придет к кинологу, он будет не любить животных. Как он будет с ней заниматься? В питомнике департамента охраны маленькие гости. Для них настоящее шоу. Кинологи показывают азы дрессировки и сложные элементы. Рассказывают главные правила послушания для четвероногих напарников. После теории, практика, школьники самостоятельно проверяют силу собачьей хватки. Конечно, под присмотром инструктора. Главная радость как для детей, так и для хвостатых – угощение. Преданность – известное качество собак. Именно поэтому за каждым кинологом закреплен хвостатый напарник. В департаменте охраны к ним относятся как к полноценным сотрудникам. Даже существует квалификационная комиссия, которую необходимо проходить ежегодно. Мэри – бельгийская овчарка. Ей чуть больше года, но щенок уже знает основные команды. Сидеть, лежать, идти рядом, давать лапу. И, конечно, голос. Мэри, голос. Голос. Демонстрация умений – лишь малая часть работы кинологов и собак. Основная задача – задержание преступника, поиск по горячим следам. Обучают питомники через еду или игру. Это лучший способ добиться от животного выполнения команд. Здесь требуется терпение как от питомца, так и от хозяина. Сидеть, лежать, стоять, ко мне, опорт рядом. То есть это база. Это база, с которой собаки должны выполнять и слушаться митериал-кинолога. После этого они приходят в специальный курс дрессировки. То есть входит, например, следовая работа, задержание. То есть у нас собаки по профилю не работают. Например, на взрывчатке, на поиск наркотиков. В питомнике на постоянной основе содержится 10 собак. У каждого своя уютная чистая клетка. В рационе у животных крупа, мясо и овощи кормят минимум дважды в день. Еще шесть четвероногих живут дома у сотрудников. Их питание оплачивает департамент. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.